Свои весны, пусть я счастливу души истинны, И жили здесь, и вся исполняет сокровища благих, И в жизни подателю, и виселися мы, И очистимы всякие скверны, и спаси, Боже, души наши. Отец наш Небесный, благослови нас на сей занятия. Господи, вожги в наши сердца желания, Господи, потребность в Слове Твоем. Помоги нам узнать волю Твою святую, исполнить ее, Господи, И достичь Царства Твоего Небесного, Которую Ты обещал всем Дедущим. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Друг. Аминь. Аминь. Мы продолжаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 35 по 37 стихи. И видевший засвидетельствовал и истинно свидетельствует Богу. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его дать и сокрушиться. Исходы 12.46. Также в другом месте Писание говорит, возрядно того, которого пронизили. Захария 12.10. Толкование. Не от других, говорит, я слышал, но сам тут был и видел, истинно свидетельство мое. Справедливо замечает это. Он повествует о поругании, а не о чем-нибудь великом и досточестном, чтобы тебе заподозривать это сказание. Для того, говорит, я подробно описываю это и не скрываю, по-видимому, бесчестное, чтобы вы верили, что все это, несомненно, истина, а не составлено в чью-нибудь пользу. Ибо кто говорит в чью-нибудь пользу, тот выставляет более славное. А как Моисея считали достовернее его, то он и его приводит свидетелем. Что Моисей сказал об Агнце, заколаемом в Пасху, кость не сокрушится. Исходы 12.10. Толк по объяснению Агниста исполнилась на кресте. Ибо тот Агнец был образом его, и много сходного между ним и истинною. Исполнится и другое пророчество, говорящее возрядно того, кого пронзили. Захария 12.10. А тут ошибочка. Ошибочка. Тут исхода 12.46. А тут Захария 12.10. Ибо когда он придет судить, тогда увидят его в лучшем и Бога виднейшем теле. И пронзившие узнают его и восплачут. Сверх всего это дерзкое дело врагов Иисусовых для неверующих будет дверью веры и доказательством, как, например, для Фомы. Ибо он удостоверился в воскресенье через осязание ребра. Итак, кость не сокрушится у Иисуса, а ребро его проливает нам источники бытия и жизни. Вода-источник бытия, ибо мы через нее становимся христианами. А кровь-жизни, ибо мы и ею питаемся. И Слово Божие есть Агнез. Вкушая его от головы до ног, голова Божества, ибо оно глава. И ног-плоти, ибо она самая низшая часть. Еще и внутренность его, то есть тайная и сокровенная благоговение принимает в пищу. Мы не сокрушаем костей, то есть трудных для понимания и возвышенных мыслей. Ибо чего не можем понять, того мы не сокрушаем. То есть не стараемся понять худо и с извращением. Итак, когда здраво понимаем, тогда не сокрушаем, ибо Божественное сохраняем в целости. А когда будем усиливаться, понять и принимаем еретическое понимание, тогда сокрушаем и ломаем твердые недоступные мысли. Такие предметы, то есть неудобно понятные, надобно сжечь огнем, то есть предавать духу, и он обделает и утончит их, потому что он постигает все и глубины Божьи. 2 Коринфянам 2.10 Дальше вот ты встретишься с кем-то, домой не едешь. И заговорили, немножко узнали друг друга. Что из-за того, ты можешь ему припадать, чтобы ему понятно было. Ну, как вы поясняли, что вот, собственно, вот это вот Евангелие от Иоанна, особенно вот эти главы, они умом недосягаемы. То есть либо ты веришь, либо нет. И сюда вообще лучше не лезть. Вот прочитали толкование, он дал, все. То есть тут написано, предавать духу. То есть молиться, чтобы Господь помог открыть разум, насколько это возможно, понять вот это место. А своим умом пытаться там что-то придумывать. Ну, сектанты так все пытаются что-то там придумывать. Он говорит, что Кость сегодня сокрушится. Речь идет о Христе. То есть голение, вот это место соединения ниже, это очень болезненно. И поэтому они проходили, как у них кувалта какая была, у разбойников били, они умерли до наступления субботы. Ко Христу подошел, он умер. А как он? Кто-то взял копьем-то удавил, и из стекла кровь и вода. То есть разложившаяся кровь на лейкоциты. Кровь и вода. У человека кровь еще только. А когда умер, там кровь и вода. То есть и колени не перебили. Христос мог бы еще жить. Но уже подходили те, которые будут дробить кости. А пророчество не сокрушится. Даже доказательства. Вот буквально в минуту все дело решилось. А он-то толкует совсем на другом. О чем именно? Есть люди, которые принимают там основу, там догматы и то-другое, добавляют это, сокрушают то, на чем зижится наша православная вера. Ты понимаешь, что он говорит о причастии, я так понял, да? Вы с человеком встречаетесь, и вы обязательно услышите негатив. Обязательно. Вот мне пишут ни один, ни два человека. Я в церковь ходил, сейчас не хожу. А почему? А как попы на таких кадиллаках ездят, смотрят везде деньги? И жена, бабушка, мужу 75 лет мне исповедуются. Я вот так готовил, он коммунист. Ну тут сам располагается, я в лалейке ей. И я его привела. Он говорит, что я буду говорить? Ну, тебя совесть, счет судит. Вот она меня не судит. Я тут народа служил, я не хватал. И он совесть не судит. Сожженная совесть. Значит, ему это не подходит. Ему нужно обойти хотя бы в то, что считается нравственным. В данной стране. В данную эпоху. Что сегодня считается нравственным, то 50 лет назад за это сажали. Понимаешь, как обойти? А как? Ну, батюшка тебя отдельно накроет и будет прошить тайну. Исповедь называется. И ты ему расскажи. Ты писал давно сыноверующий? Ну, писал. Я комсомолец был. Я обязан был писать. Они собирались отдельно. Вторая, там такая-то улица. И дом 144, северо-западная. И ты участвовал, когда людей расстроили, а куда они у себя комсомолец? Тем более, я был как секретарь вещей. Ну, ты вот расскажи батюшке-то это. А ему зачем это? То есть, бабка его не может подготовить. И, наконец, он заболел. И в него началось выдавливаться призраки покаяния. И он думал, как бы еще не забыли. На бумажку записал. Это баба мне все рассказывает. И вот он подходит, священник. Священник, как звать-то? Анатолий. Вот я еще делал. Ты каешься, каешься. Я батюшку, да не надо мне вашей бумажке где-то. И он его фартуком-то накрыл. Он не поймет еще, что это эпитрахия. Он и фартуком. Но он и похожим, а фартук впереди. И что-то там меня ткнул три раза в голову. И все. Я думаю, сейчас испоедать все будет. И у меня следующий. Да, почему стоишь-то? Отходи, он говорит. Куда отходи? Я же исповедовать захотел. Но ты же исповедовал сейчас. Вера, остаток убили. Он пришел и говорит, там дойте. Ты меня столько времени мучил, он подил. Куда ты меня привела? Да ни один человек в добой не едешь. Так к тебе пренебрежительно не относятся. Тайная. Я стою, говорит, в голову наклонил. Глянул, а рядом стоят люди вокруг. Ну, сэр, там сзади Покровский собор. Человек 20 прислушивается. Это дом 2, говорит, разыгрывается. А вот человек тайно. Тайно у нас теперь закрывается. Священник отдельно. Отдельно в другой комнате. И она говорит, что ж теперь делать? Вот на это. Что я могу сделать? Это Писание говорит. Когда разрушено основание, что сделать праведнее? Основание разрушено. Ты не встречался с таким? Встречался. Вот теперь ему и скажи на это основание. В первую очередь показывать будут на патриархов. Местного митрополита, там где человек живет. На монахов. Что другое. Ты его выверни, сумей ко Христу повернуть. А у него основание разрушено. Я говорю не о плохих людях. И они попали в такие руки. Он готовился исповедоваться, а исповедоваться не получилось. Он теперь на ней уже не по-прежнему, а в более мягкой форме. И это не все. Вот мы ездили, где рядом урывка. Это всегда считалось киржатское поселение. Там никак потеряют всякие. И туда ходили молиться. И я ходил молиться. Там дедушки и священники. Ну беспокоился уже где-то. Но я теперь, когда мы уже поехали, мы всех посылаем в московскую патриархию. Открытые храмы. А я вот старая прядка. Ну старая прядка, вот Милатриевская иерархия, Барнауле. Поезжай. Да зачем они меняют? То есть я ей теперь должен доказать, что основание вот где-нибудь. А вот склейки какие есть? Есть. И вы молитесь? Молимся. Но без священных рук, Златоуст говорит, нет отпущения смертных, священнических рук. Да мало еще людей напишут. Бумагу все терпят. Понимаешь? Я ей теперь ничего не могу доказать. Только по ее книгам. Ну по вашим какой. Да вот книга сегодня мы молились. Давай открывай. Открывай книгу. Толстая. Деревянные корки. Обтянутые они пергаментом. И такие книги. Седали такие какие есть. Я открываю. Смотри. Красный киноварь. Иерей благолит. Кто Иерей? Не знаю. Но вы спрашивали когда-то. Спрашивал заставник. Приезжал. Вот у нас было снова Кузнецко. Он нам рассказал. Это священник. И я говорю. Где он у вас священник? Нет. И у ваших родителей его не было. Его уже 300 лет нет. А есть люди, которые не нашли священство. Они его получили. Я должен на его уровень встать. И через это она теперь через две недели только поехала туда. Да ладно, священник. По-хорошему. Но наисковой для нас столкнулась опять с тем же. Она стоит негодным. Вот у меня мама приехала. Отец Никола. Нуна. Барнаульский священник. Старогрязный. Он приезжал сюда. Поговорили с ним. У нее сын священника. Но она из Старогрязного. Ее никто не ломает. Он приехал. Исповедовал. Я поехал с ним. И мы еще дорогой не погибли. Лед. И как закрутила. Она в среду пиле сбросила свиньи. С этой же. С полотна. Но не опрокинул. Ничего. Ни одной почки не было нигде. Священник хороший. Мама приезжает. Говорит. Она отошла маленькой. Батюшка исполел. Так хорошо. Я еще спрашивал. А он спрашивал. Не елай жерамля. Я говорю. Это жерамля. Поймай сначала. Курицу есть можно. А свинину. Свинина. Одиннадцатый глава. Не запрещает. Сейчас же можно. Ну а прагресса. Потому что Христа напоили желчи свиной. Только давали свиная желчь. И все свинили. Хрю-хрю. Пошли в праведники. Она еще не может сказать дальше. Я говорю. Почему тебя не спросили. Что ты рукой с путики сбивала или нет. Шпалы не грызали на линии. И она довольна. Что она невиновна. А он тебя не спросил. За кого ты Христа принимаешь. Что. Кто у него на этом Христе изображен. Ты один раз спроси. Батюшка. Я уже не к ней говорю. Спроси. Ведь она ничего ответить не может. Но наша мать ответила. Понимаешь. И у людей такой перекос основания. Лишь бы пришел. Венчает человека. Я говорю. А кто это такой? Вот она сидит. Говорит. Не знаю. А кого венчает? Петя. И рядом Бритий стоит. А кто он откуда взялся? Из тайги. Ну бред. И уж ясно дело, что не из этого коина. Вот еще есть. Основания разрушены. А вот у нас основания перебор. Причастие. Все. Мороство и счастье. Вот. Не прищечу и здоровьешь. Они где-то у них писания. Причастие это жизнь. Вот он здесь и говорит. Кровь это жизнь. Вот сейчас мы прочитали. Жизнь. Если не прищечается человеку. Духовного нет в него. И рассуждают, по-моему, они принимают тело и кровь. Не рассуждая о теле Господнем. А рассуждать тебе не учат. И где в церкви. Вот сейчас по хрустке соборности. Патриархия. Мне что-то в рот дали. Я не знаю. Попало. Да ладно. Потому что я вышел. Выбинула. Она думала одно вино. А там еще какую-то крошку дали. Мы увидели все это с бумагой собрали. К священнику принесли. Его сжигать надо. Скажем дальше. Нет объяснения. Основание надуши. И праведник еще не делает. Откуда вы взяли такое, что священник может огневаться или недоволен для от причасти решить? Нет этого нигде. Нет. Не допустить. Там перечень идет. Вот это, вот это, вот это. Нигде. В одном из священников проказа была, что язык его было видно с затылка. Полностью разъедено. Голое все было. И вопиял праведник. За что? Ответ пришел. За то, что недостойно отлучал причастие. А она ли на нас дома была? А мы-то про это не знаем. Вот папа лев. Готовится умирать. Папа. А ты еще на разделении еще вместе одна церковь была. Я молился у гробницы Петра. Здорово. И вдруг Бог заговорил через Петра и говорит, Господь услышал и простил тебе все грехи, кроме одного. Такой нет грех. Я разъявляю правилен, конечно. Там ничто нечистое не войдет. А как я могу узнать, какой грех он будет? Мне сказано. Я могу сказать. И я о нем не знаю. Не знаю я. Я говорю, похоже, что не знаешь. Так, а какой он? Кого недостойно вам поположил? Вопреки канону? Вот так ладно. Да как я теперь? Все. Я больше ничего не могу сказать. Канон принимает 6-й Стиленский собор. Один из самых сильных соборов был, людей много было, епископов. 14-15 правила. В Диаконах 25 лет не раньше. Священники не раньше 30 лет. 1651 год идет. Собор стоглавый, который новообрядцы полностью отвертый собор. Старообрядцы его держат. Но в этом же, в этом соборе, который не держат два правила, говорящие раньше 30-летнего полагателя, еще усилили. И однако в 23 года Албаху, в руках положено 21 Игон. Мы что, совсем слепые? Уже в правилах Вселенского, уже в Русский собор два правила издал. Я не херурок полагается, оба знают, оба ревнителя. Очень ревностный по исправлению книг. А ты-то зачем лезешь сегодня? Сегодня, если взять, вот патриарх Кирилл, до 30-летнего епископа посадок. И сегодня которых священники ставят 98% до 30-летнего. То есть, согласно канону, они никто. И устаравляться та же самая Петрушка. Я ничего не говорю, кроме того, что закрыть глаза, я не вижу, не слышу, не пройдет. Ты знал, не обречил. Он погиб, а его кровь я с тебя взыщу из Декиля 3, 18-20. А если ты говорил, а он не послушал, он погиб, его кровь на нем. А ты спас свою душу. Вот оно где основание-то. Не закрывайся. Ты подойди и спроси, а когда только положи? 24. А почему? Ну ты знал, что нельзя. Зачем? Ну некого ставить. Так некого, раз вы молодец-то захватили все, и некого ставить. Как? Вот сейчас газета пришла. Пацан, 14 лет, председатель колхоза, но никого мужиков-то поколотили. Но он говорит, я не сам, у меня дед был, он какой-то такой на костылях. Я каждое утро ему шел, он говорит, сынок, ты то поле не замерил, а тут лен надо посеять. Что-то кости так болят, и погода будет. Надо вот так. А кто на работе был там-то, замерили, значит тебе беда. Я приходил к нему, фактически правил дед. Но у каждого не дадется этот дед, который бы, вовремя хотя бы, по нужному русскому. Я задаю вопросы, на которые надо получить ответ. У нас вообще не было, а монах, ну 27 лет, он никого не имел права благословлять, никак. Вот сейчас отца Владимира Владимира там запретили. Да незаконно. Э, нет. Ты признал его закону тогда? Когда награждали. Признаю, не надо никого больше благословлять. Довольно нацарствовался. Перепалочку. Иди проповедуй. Я им сразу написал. Судить за глаза это очень легко. Как Серафим Савонский говорил, камушки легко сверху сбрасывать. А снизу кверху-то трудновато. Какой сам, какой что. И вот это мы просчитали. Дорога, я ему и говорю. Ты только увидел. Да вот уж патриарх там дальше такая вот сейчас ему с Москвы до Санкт-Петербурга. Поезд идет, скорый-то. Не поехал, на самолете. И поездка к патриарху Кириллу обошлась 3 миллиона. При такой бедности вопиющей народа, перед глазами народа, зачем? Почему я должен теперь объяснять? Да не гляди на это, он за это ответит. Ты за собой смотри здесь. Ну, иначе он до конца края не будет. Вот и мы дорогой едем с боя разговариваем. И сразу начинают священники. Поступает тактно. Пошел крестить, там такая цена. Ввенчатся. Пошли уже под самость. И такие деньги у нас пенсия даже не позволила лучше и вечернее. Почему? Отняли десятину. Десятины нету. Поэтому торговли на каждом шагу. Вот записку подают, сколько имен. За каждое имя отдельная цена. За каждое имя. Сколько раз, помните, или два, за количество. Отпевают? Я даже не знал, а то батюшка наш говорит. Вам как отпевать? С хором или без хора? От этого зависит. Там и дешевики сидят, табаку вроде такой. Но поют хорошо. Артисты. Драмтеатры. Да, это так. А так три нам недавно уже. Тут батюшка один, а их 15 человек там. Да и какой разговор он, да я для него цыганей хородил. А теперь вы как хотите, чтобы батюшка покойника встречал на крыльце или сами занесете? А как лучше? Ну, когда встречают проводы. Опять. А когда они поют, вы хотите сами выносите, чтобы батюшка вышел с кадилом, с кадилом и на машину проводил. Ну, конечно, батюшка. И у него получается чуть ли не в 40 раз дороже. А она наворожила себя, как все у нее есть. И это в храме сегодня, не вчера. Понимаешь, молчать, это потворствовать. Но основание разрушено. Вот он коснулся одного вопроса, и посмотри, какой лентой потянулось на все. Поэтому писание считать, это не торопащина. Ты конкретно причастен, чтобы не играли. А в церкви сейчас так выйдет. Кто не причастился? Стоит с чашей. Нина, жена, сестру готовит к окрещению. Она готовится, она с ней занимается. Ну, как положено. В это время батюшка идет, она подошла, отец Валентин. А вот если человек готовится к окрещению, то приглашает, изведите, куда вы ходили? Чего? Куда вы ходите, куда оглашены? Не выдумай. Он не ответил. Она говорит, что не знаю. Ну, я сказал, как оглашены, изведите. Вот большой тут стоит. Столб-то за него зайди там хотя бы. Ну, я говорит, пока стоял, я вижу, она причащается, готовящаяся к окрещению. Я ей, да как же ты могла причаститься? Ну, батюшка стоит с чашей, кто не причащался. И на меня смотрит. Когда он третий раз спросил, кто не причащался, я поняла, что он меня зовет. Я подошла, причащилась. Так это только то, что конкретно меня коснулось. Это сплошняком. Где мы? И на все глаза закрыли, не имеем. А вот она, вот эта строка, которую даже изъяснить не можем. Она нам показала. Разрушена. А ты не отступай от этого. Христос умер и дал кровь. Кровь. Написано, моя. Но не кровь с водой. А у нас и причащается кровь и вода. А почему он умер? Да где-то умершего, от умирающего. Мы-то все еще под какую попадаем. Мы конкретно. А как признавать мы будем? Но внутри себя, я знаю, было не так. Христос при счастье, когда совершил оснащен. Были дни опресноков. Если кто-то хвостное съезда будет предан смерти. А у нас хвостное. Одинаково. Все. Так принялись Греции. Я должен спорить начальник священника. Доказывают. Я говорю, написано. И были дни опресноков. Были дни опресноков. Ты слышишь? Семь дней. Хвостного нигде нет. Все уничтожается. Под метелку. Ребятишек в покрыть посылали. Даже в норке крысинное заглядывали. Потому что смерть. Да за что смерть? Тебе не надо рассуждать. Тебе надо выполнить. Почему? Бог усыновил так. Бог. И когда ты это знаешь, ты знаешь теперь, как сказать, когда сказать. И кто берет за это от местности? А вот оно написано. Она задушена. Непройди мимо. Как посторонним от этой рейси. Как его церкви не отполкнуть. Мы вот сколько ходили, встречали старые обряды. А везде. Мы их всех до единого направляем. В Пелоприницкую Иерархию. В городе Попрово. В других местах были. Там в Ассидирском области. Направляли туда. Он так привык. Для него это обряд. Он много значит. Ты пойди. Будет священник. И будет отпущение вихов. Но ты знаешь, вот так делать надо. Ищи не своего. Писание говорит. А когда ты трудишься для Бога. Мне надо, если нет. Много или мало будет. Будет результат. Бог сделает. Как ему. Надо ли нам. Видишь как. Него на него бы не пойти в этот день на море. Потянуло его. Еще плавал. Либо ловил. И вдруг кит заглотнул. Все говорят. Кит Асс. Глотнул. То было такое. Китай. Этого убили. Прошло 45 минут. Когда достали моряка. Он весь изъеденный кислотой. А это три дня. И три ночи. И голова окутанной тиной. Изнутри этой подводной лодки он молился. И Бог услышал. Он плотнул к берегу. Сблевал его. И он пошел проповедовать. Никак на него не отразилось. Это событие. Самое сильное. В доказательстве. А свидетелей не одного нет. А кто докажет? Никак. А Господь говорит. Как и он был. В очреве. Китай. Так. Сын человеческий. В очреве. В земле. Три дня и пельмойщик. Хотя. Получается. Два дня. Но надо знать. Что. Воскресенье. Воскресенье. Может быть. Один час. Это за день считается. Видите. Верующим и глупым нельзя быть. Бог никого не любит. Кроме живущего в премудрости. Зачем это написано? Я верующий. Докажи. Что эти гамазги работали для Бога. Я каждый раз должен сказать. А у нас не так. У нас не так. А вы как? Я подчиняюсь этого решения. Состорги. Я не бунтую. Но сказать должен. Архиерия идет. Я его встречаю. А рукава у него. Вот такие рукава. Так как у цыганки платье. Откуда? Да все. Игрец. Игрец. Больше ничего не надо. То есть спасения в этом нет. Такие рукава не нужны. А что пока на ней работают. Вы видели? Вы видели? Даже как не брали, что и моя. Вот стоит. А рукава примерно настолько длиннее. Работать спустя рукава. Откуда поголовка? Тащу я спускать буду. Держу и еще дальше. И это ты знаешь для Бога. Господи. Я покоряюсь так, как я. Если тебе не советую выздавать, но относительно возраста, я должен везде говорить. Везде. Почему? Слишком серьезно. Дальше написано. Кто будет рукоположен? Хотя бы каким-то талантом пристал. Да будете извержены. Дальше. Прыговор. Тут уже никуда нельзя. Да будете извержены. Да ладно, так будет. Вот это он уже больше не должен. Да будете извержены. Кого извергать, когда их сплошь и рядом. Я уже говорил с архией иеремой. Совсем. Зачем у него рукоположен? Так некого больше. Сейчас есть семинарии, где 3-4 человека только набираются. Церковь была прославляема, была горимая. Но в таком презрении, как сегодня, Андрей Кураев пишет, никогда она не была. А из-за чего? Ничто так не отталкивает, как наша недостойная жизнь. И только поповская наша. Начинает сравнивать. А вот смотри, у нас баптисты в деревне. Мне один пишет. И православная. Деревня, видно, большая. Два храма в разных концах. Баптистский молитвенный дом. Православная, если что-то нужно делать, нанимает на работу баптистов, а не православная. Почему? Потому что не слабо будет. Бухлевать не будет. А почему они такие? Потому что написано «щищение через слово». А у нас слово открытое. И мы друг от дружки где-то, друг друга-то подпусываем, подталкиваем. А если по-божески? Вот так. И меня спрашивает вопрос. Человек православный, куда же обидно? Я говорю, ему так сказать бы. Я не сказал. А ты на кого будешь занимать? Вот они делают. Я брал ему. А вот Алифтина потеряю. А у них есть Сережа, он работает. Так наша православная-то работает безукоризм. И вот, он баптист. Они никто души не делает. Они до конца все правильно делают. Страну Божьей имеют. Они верующие в руках. Китайские велосипеды. У них Бога нету китайцев. Володя новый велосипед подарили. Доехал отсюда до храма. Вернулся, я саду, я их колеса вначале аремонтирую. Вот, сколько расстояния здесь? Полкилогетра держал. Надо было до того как обследовать все, сделать, а потом кататься. Он же не знал, что он китайский. Бог. Вы думаете, Китай был весен? Нет, никакого бога нету совершенно. Но да, это не Бог. Это человек, достигший состояния покоя нервами. Миллион таких. А кого они Абсолютом называют? Разум. Разум. Нет, нет, космически разум. Нет, мало ли еще, глоба это говорил. Блаватская религия. Православная церковь, влези апатриарх Алексеев Толор вынес на решение. Блаватская религия не церковь. То есть они выступали. Он не просто религ Николаев, а дух Сергея Радонежская возродился через него. Я стал исследовать, а почему Сергея Радонежская? Это нигде не написано. Почему не покусились они на Феофана Затомика, Игнатия Величеева? Почему Сергей Радонежский в него воплотился? Я стал смотреть. Артина разные. И Аргонина, и Красная Звезда, и подсветили Александр Гневский. А вот Александр Гневский одинаковый. До старой бляжности еще тут вперед. Почему? Вот написано в Северном Писании, а вторых не следуйте самих себя и следуйте. Самих себя и следуйте. Ну, в Библии трудно и следует. Хорошо, что православное есть толкование. А самого Северного нет толкования. Он у меня, друг, сидит. Я говорю, следующее занятие будет. Вот называется «Почему я такой вредный?» Заголовок. А он вышел и говорит, а как я узнаю, почему ты вредный? Я говорю, ну не я. Ты запишу, почему я такой вредный? Сам из Северного пишу. Я себе написал. Понятно? Тогда Слово Божие заговорит, запрестает такими красками, и будешь жалеть, что долго не считал. А что там сегодня было? Ты не был на дунцами, на двух, на трех ты далеко отстал. Вот это не написано, о чем я говорю. Сегодня, в прошлый раз я говорил, проковы здесь, когда батюшки нет. Я отошел. Почему птицы называются птицами небесными? Просто птицами, нет птицами небесные. Земные. А сегодня я рассказал о рыбе. Что такое рыба? Почему чудеса Бог сотворил с рыбами с ивнятами? Еле на шампурах там показать, что они там жалили. Рыба-то. Да. Вот он выглублен, выглублен. Почему? Какая роль отходится рыбе сегодня? Ученики были рыбаки. И Господь не сказал, ты пастух, и все там будете пастухать. Он сказал там одному. А людям всем говорят, сделай вас в отцах и человеках. Они говорят, рыбаки. То есть навыки рыбака перекладываются в духовном плане, как найти людей. И оказалось, три способа. Вот спроси подряд, ни одного не знают. Три? Удочка. Это хорошо написано Салтыкова с четырьмя. Был такой губернатор в России, сатирий. Называется «Три мудрый пескарь». Советы прочитали. Жил, боялся, и умирал, дрожал. И жил всю жизнь, дрожал. Он выдал норку, залез туда, а хвостик один раз во сне чуть-чуть вытянулся. И он посмотрел по часам. Щука в это время проходила, не заметила. Как он опять дорожает сначала. И он на старое, молодым добавляет. И самое это глупое, это щебяк. Щебяк по земле ползает. Там вверху и сапает его. А там же железка. Она тебе за губой и кверху. Никогда не бери, когда щебяк по северке болтается. А другие рассуждают. Он вознесся кверху святой песка. Вот видели, как он вырвался из воды? А дальше уже неизвестно. А вот теперь и посмотри, какие качества рыбы. С чем она отличается? Второй способ – сеть. Вот мы сейчас носить можем. А третье – небо, это вредник. Небо захватывает все. А сеть на конкретную величину. И люди, безборщики, написано Аввакум 1, 14, 15, Аввакума. Бога глоболева Аввакум. Вот это он как раз сказал. И вот когда мы его смотрим, безборщики этим пользуются. Сначала забавные, потом хорошие докладываются. Ну ладно, помогаем. Докладываются. Второе – сеть. И третье – небо. И потом небо, откид, кодят, тыль небо. Ну не каждый же знает, а это все в Писании. И как? И нам дано рассказать о войне, о вечности, о награде. Но главное – будь осторожен в грехе. Вот считаем девятое блаженство. Блаженно. Девятое – и где ведь блаженство? Блаженны вы, и когда будут поносить вас и неправильно злословить за меня. Отрадуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Да какая награда будет со всех, значит, не видишь. А если это так, то во славу Божию. Последнее. Неправильно. Господь, а может это? Нельзя по-другому. Господь этим испытывает. Такой правильный человек, вдруг ему сделали замечание, как он вспылил. А мы ждали далеко-то. Брати кинулся на меня. Я сказал, боже, ну это, вот и весь ответ. Как один святой сказал, говорит, все до того в руки в руки, только ты правду сказал, как ты имен великий. Он сказал все в глаза. А другие это по-хорошему, вот раз и до свидания, ты помог там. Это все там, любое безбожие знают. А вот тут, когда ударят в одну, да подставь вторую, да за врагов не только молитесь, а любите. Когда надо уступить в бою, он уже и не враг. Он несчастный. Вот сколько у меня было нечестивых, нападающих от начала. Вот нынешний год, не заметно, ни один не вылез. Мы благодарим Бога, а я ощущаю, ослабление Бог дал. А сколько их тут было? Как они гнали горячку эту? Ну, за все благодарите. Написано. Бог услышал, прикрыл, дал отдых. А что дальше будет? Ну, дальше может быть, отрезом ваши враги будут нападать. Тебя все равно Господь любит. Ну, а легче это перевести. Вот. Малый отрывок. Как многое-многое нам открывает, то везде. Где бы ни был там, католицы, православие, разницы нет никакой. Католичество. С католиками разговаривали? Не спорить, просто разговаривали. Папе 2,83 года. Бритый. Ну, бритый-то зачем 83 года? Бритый-то язычник, который не верит в будущую жизнь. Надо показать, что молодым, христиан, они верят в огромную жизнь. Надо жизнь мудро прожить. А мудрость идет с годами, в опыт где-то. И поэтому на всех иконах, посмотри. А вот я видел иконы без бороды. Какие? Ну, Пантелеем. Ну, ему было 14 лет. Он еще учился в училище медицинском. Так, а вот Георгий Победоносец. А его католики деканализировали, вообще не считаются. Басни написали. А как узнали? Снали, ссорили, 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 сравнили, все. Римский воин. Воин. И служит в арбите Аклитиана, самого лютого новителя. У которого тысячи и тысячи убитых. И он за него, он боец такой. А когда стали жертвы приносить, тут и не могу. Воевать могу, убивать могу. Расширять территорию Римской империи, пожалуйста. Награду получать, ну, и в стапе плакита. И нужно вот это вот разрушить и сказать, это неправильно. А как же Харнилий, но еще Харнилий. Ну, он же уверовал, да. А как Лонгину, Креста Христового? Ну, правильно. Но життя-то что говорит? Когда они уверовали, они подали в отставку и ушли. Ты что дальше не говоришь? Ты докончил эту мысль. Люди пользуются наполовину. А вот шли монахи. Я еврей, сошел. И он уверовал. И заболел. И они его песком крестили. А где написано? Никто не знает. Я говорю, ну, духовная. Страница 156. Я тоже не знал. Почему вы дальше не говорите? Когда они пришли, и песка пустана, говорит, не выдумывайте, дети, и перестите ее отдали. Вы чего дальше не говорите? Да, они усыпали песком там. Видите, хоть отмоются от песка. Вот. И притом везде, говорят, друг о друга ворудили. А я показал, где духовный. Вот раз, сраница, вот издали. И все сразу затикло. Это место основания того, что должно быть полное, троекратное поражение. А если не полное, троекратное, да будет извержен. 50-е апостольское правило. Считай. 38-й, 42-й стихи. После сего Иосиф из-за Римафеи ученик Иисуса, но тайным. Из страха иудеев просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью. И принес состав из мирный и алоэ. Литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он растет, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Почему не из двенадцати кто-нибудь пришел к Пилату, но осмелился на такое тело Иосифа, быть может, принадлежавший к числу семидесяти. Если кто-нибудь скажет, что ученики двенадцати скрылись по страху от иудеев, то и он одержим был таким же страхом. Можно сказать, что он, Иосиф, был человек весьма знаменитый, и по всей знаменитости известен и Пилату. Подумав, что гнев иудеев укротился, когда ненавистный для них Иисус уже распят, Иосиф безбоязненно приходит и вместе с Никодимом совершает великолепное погребение. Оба они не представляли об нем ничего божественного, а расположены к нему только как к человеку, потому что приносят такие благовония, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. А это показывало, что они не представляли о нем ничего великого. Однако же они выказывают к нему великую любовь, потому что погребают не как преступника, но великолепно по обычаю действованию. Время заставляло их спешить, ибо смерть Иисуса последовала в девятом часу. Потом, покуда они ходили к Пилату, и пока снимали тело, естественно, наступил уже вечер, когда нельзя было устроять гробницу. Посему они полагают его в ближайшую гробницу, ибо на том месте, где он распит, был сад, и в саду гроб новый. Устрояется так, что гроб близко. Посему ученики могут прийти и быть зрителями и свидетелями случившегося. Могут быть представлены воины для охранения, и будет неуместна речь о похищении. Всего этого не могло бы быть, если бы Иисус покрепен был далеко. Гроб был новый, в котором еще никто не был положен. Так устроилось для того, чтобы нельзя было перетолковать воскресение, будто бы воскрес иной, а не Иисус. И иначе. Гроб новый образно показывал то, что через гроб Господень будет обновление от смерти и тления, и в нем мы все обновимся. Заметь, прошу тебя, как много обнищал Господь для нас. При жизни Он не имел дома, по смерти не имеет гроба, но полагается в чуждом. Он наг, и одевает Его Иосиф. Иисус и ныне бывает мертв, когда Его умерщвляют люди, делающие насилие или страстные до приобретений. Он страдает также от голода, бывает также наг, ибо что не терпит бедняк, то все терпит Христос. И ты ныне подражай Иосифу, прилагай добро к добру, ибо Иосиф значит прибавление. Одевай наготу Христа, то есть бедняка. Сделай же это не однажды, но положи в огробе души, и всегда помни, всегда размышляй, заботься о таких делах. «Примешивай смирну и алой, ибо должно обносить в ум горькие и строгие судилища тамошнего века, и тот глаз, который немилостивых назовет проклятым и отошлет в огонь». Матфея 12, 41. По моему мнению, нет ничего ужасней этого глаза. Ну, кто-нибудь, отсталковывайте, как применить это в жизни? И в своей жизни то, что здесь толкует, ты когда-то кому-то говорил или нет? Если ты это разумеешь, о чем речь, и видишь, что не исполняется, то все равно побуждение у тебя будет, ну, явно нарушение. Ну, а почему? Ну, всегда кажется, вот если я по правде поступлю, у меня будет тяжело, там отвернуться родные и близкие, то другое. Это по-человечески. А перед Богом-то все по-другому. Тебе наоборот, Бог поможет и благословит. Вот плати десятину. Сейчас все, до десятины нигде не написано. Это... Так все написано. А теперь встретились в Греции, уже там... И... А десятине ни слова не сказали. Это все урод. Это воры собрались. Воры. Это не просто воры, а ворующего Бога. Вы меня вкрадуете в большой Бог. Меня. Десятина вам не принадлежала. Это я приложил, чтобы вы своей рукой отдали. Так а почему? Что тебе рассказывать, Вот стоит, поискей, пощует два раза в неделю. Даю десятину, все десятое счастья всего, что приобретаю. Говорит? А в новом занятии говорит, праведность ваша. Если не превысить праведности книжников, поискей, и увидите Царствие Божие, значит, вы должны не десятину, а больше платить. И не два дня, у нас четыре десятницы есть, а он не знал. Это в новом завете. И вот теперь вина. Почему Бог? Златолус объясняет очень просто. Ты сам себя сотворил? Я? Нет. А кто тебя сотворил? Ну, кто? Отец с матерью. Ну, отец с матерью еще не знали. Любили друг друга, получилось. Они даже и не знали. А может, запаниковали, что забеременевали, как сегодня в большинстве случаев бывает. А что дальше? Глаза они знали, где тебе поставить? Нет. Они знали, как натянуть жилы, пальчиков сухожилием? Нет. А родители с тебя сотворили? Ну. Ну, не ну, не запреку поехал. Бог! Я обнаружил плач подобно смертным, пишет Соломон о себе. И от чего, значит, от молока я засветил от сгустившегося в творог. Ну, в общем сравнение. Это примудность Соломона говорит. Значит, так. Бог дал тебе жизнь. А что ты растешь, молоко матери перевариваешь, и оно идет у тебя на распространение глаз, рук, но это от тебя родители тебе дали? Или Бог так заложил? Так. А земли, на которых? Бог. А солнце? А воздух? Бог. А семя, которое ты в землю сеешь, что дал тебе? Я сам купил. Ну, им-то кто дал? Ну, Бог. Ну, Бог говорит, ну, ну, я тебе сотрудничаю с тобой. Ну, ты пошел, посеял, потом собрал. Вот все, по его больше ничего нет. Ну, может, протравил, попутно всю тисну, отравил, в покрестности. Ну, до сегодня стонут от этого, отравят, и сами перебирают, и прочее. Но если это так, то моя счастье такая, 99, Божий, а Бог говорит, тебе 9, а мне только одну. И ты будуеш. Но если я, участник, дал тебе воздух, движение крови, удары, сердце, электроэнергию, в человеке, ну, ну, да, эту десятину, там, укаю, то. Не просто проклят, злослующий отца и мать, а здесь написано, проклятие, вы проклятый, весь народ. Не платите десятину. Когда ты платил десятину? И чем это кончится? Бог все отнимет. И умрешь, и увидишь, вор. Вор с нас всего же не наследует. Вы, радуйте меня, Малахи, вторая, третья глава, считаю. Черт, да мимо? Так и сейчас новый завет. Ну и что, вновь за эти воры по имитации небесного? Воры, а Господь говорит, Бога испытывать не надо, он верный. А тут, говорит, испытайте меня. А у тебя не ладится то, другое, пропадает. Плати десятину, я открою тебе небо. И сколько получишь? Испытайте меня, Господь говорит, хотя бы одну. Вы, весь народ, а в это время приехали в Израиль, которые говорят, а там про десятину не слыхали, значит ее не было. Да не платили, а не было. Вы, весь народ, открадываете меня, и поэтому ничего о десятинах не говорится. Бог, он проклятый, проклятый. Потому не говорили, а все не ссылается. А почему не говорил, пьет одно, другое? Да потому что платили десять-десяти. Продавали имение, клали к ногам, а вот еще, совсем не считаешь, пьет. Написано. И продавали имение, клали к ногам. Сколько? Это десять. То есть все. Один попробовал обмануть, звать его Ананин, и жена Сапфира, еще с ними было. И не за то, что мало положили, а за то, что Бога решили обмануть. Солгали Бога, и человеком. Вот маленько так себя расстряси, и ты на все посмотришь глазами просветленного библейским светом. Как у тебя все засияет? Ты не будешь видеть. А в церкви там поваре есть? Священный торгует, где ты ходишь? Торгует. А Господь и знал, значит, Христос еще вот от храма не приходил. Ты добьешься священника? Ни одного храма нет. Господь и знал продающих и покупающих. И когда торгует, дома молитвы нет. Там не за что ходить. Это дом мой, дом молитвы наречется, а вы его сделали домом торговли. А второй раз выгнал, говорит, вертепом разбойников, бородатые разбойники. Это не мои слова. Это вертепный понедельник. На второстной неделе в понедельник, Господь, последние седьминцы перед Пасхой. Вертепный. 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 Да хочу священник должен жить. Десятина. Десятина. Ну как насильно. Десятина это минимум. Он должен давать больше. Тавита 1 глава 8 стих. Лифалимово колено все отступило по коленам. 12 колен. А я ходил в Иерусалим и брал три десятина. Священник отдавал на строительство храма и на нищету. Написано в Библии. Книга Тавита 1.8 три десятина. Я говорю в Иркутске я первый раз встретил человека который платит больше. У него 9 ребятишек а десятая беременная. Игорь Кукушкин. Игорь говорит а я все же сплачу пять-десяти. То есть половина из а? То есть половина из своего половины. Кем он работает? Кем работает? Вы спрашиваете. Кем он работал? Кем работал? Он так пресидер считает. А это так. Ну я сейчас пять заплачу а мне завтра начали. А ты доработаешь. Это пенсия уже. Тебе заплатили. Иди сюда на работе. Ну а когда я работала? Ну и с чего я пять заплатила? Никто тебя не просит пять. Ну спокойся. Пятьдесят но это как образец показано что мы можем гулей держать что я если я там даже век это и все. Я вырастила они ушли из дома теперь я своим домом могу распоряжиться теперь я могу и дети Ну вот и сиди на все восполняет вот у нас столетка они ходят у вас ходят столетку по храму? Здесь нет. Здесь нет. Кандаули нет. Нигде? Вот и все. Новосибирске ходят а у нас нет он у меня где-то Ну вот можешь это сделать почему от Новосибирска не взять отсюда добрую Почему? Все десятина решает Так мало того пакут против десятины а я говорю где десятины дают торговли не может быть если торговли то десятины не надо давать Девчонки ты найди рукой своей отдай нуждающимся Это в противодействии друг другу Десятина настаивается а торговли изгоняются выбрасываются а прокинул у них все Господь выгнал бич никого не трогал торгашей порог что не понятно или я неправильно говорю? Да ты правильно говоришь это невыполнимо при нынешнем состоянии и как говорится умственном потому что не каждый же это понимает Вопрос интересный а вот Анадьи и Сафира а все-таки а в чем крех ты состоял это же были их деньги они же могли вот так сказать так восемьдесят тысяч я принес а двадцать нам нужно мы не сказали что они солгали там просто мы солгали не человеком одному и святому они скрыли если бы они скрыли это же были их деньги он бы сказал просто а я не бы сказал а вот солгат а вот там ты солгат именно солгат у тебя есть возможность больше больше делать пожалуйста но солгать нельзя лошадь дьявола всякая лошадь дьявола дьявол лжец и отец он ее порождает вот вынесли мужа да за сколько продали за столько зачем вы согласились солгать духу святому не человеком духу святому вот ходят погребавшие мужа и тебя вынесут она вот разъянула упала троп в мозга и нету несут за одну минуту то есть надо было сказать что продали за сто рублей и мы вам двадцать рублей да двадцать рублей именно солгая против лжи был нанесен такой страшный удар что и напал страх написан на всех господь опускает а люди подражают как апостол Павел говорит так дух выйди из него во имя Иисуса Христа и его нового первого священника с кем все сыновей а Павел один говорит там и все эти мировые они тогда пришли где-то я дышу дух мы проповедуем Иисуса которого Павел проповедует выйди из него он как напал на них они высвеча раздеты всех раздет Иисуса знаю Павла знаю а вы кто такие это ну и считай уже правильно семеро одного не могли отдалить чего он их бил то вылезко бил я не знаю но факт что вышли выгружили раздеты и все приходилось а а а а а а дочь ну ты выйдешь или не выйдешь не выйду я боюсь только а а а кто такой никто не знает наконец его нашли а выгонит а он подошел без выйдет а куда я выйду он рот разденул заходи в меня а и рот разденул как без зора выскочил при исповне или куда потому что изо рта у него видимо лазерный луч пробивал ну кто так может сказать тут только он руками зажался чтобы меня ты не вошел я даже настолько осторожен вот бывает усталый усталый в мечебную молитву считаешь что да воскреснет Бог уже в постели и подземнул я один раз за молитву подземнул а что на вочи и наш подзевал даже внимания не взял и с вами я не считал иногда позевал а вот меня тронуло да воскреснет Бог я тогда подумал а не бесноватый или нет может бес через меня позевает я тогда так нажал если позевнул снова считаю и стал бояться не надо львоты себе давать я сегодня уснул и не перекрестился было такое через порог заткнулся упал и не пошевелился 6 печей я так монтировал в один день даже вообразить никто не повезет вот вчера поза счет вчера да за полдня один я ошкурил 30 столбов 30 а карат истывшая я надо рубить топором было и сам не знаю там сейчас лежу две горки лежат ну и устал ужасно даже жевать не хотелось еще милость Божья поблагодарил Бога а утром встал так как лучше ну давай так что у нас 4 минуты осталось 4 минуты осталось Алексей еще дай хотел говорить если что-то такое важное касающееся этого только при батюшке потому что мы отдельно пересказываем и смотреть не будем 4 минуты неделя была очень насыщенной очень хорошее очень хорошее может ты творец кому расскажет нет вопросов не будет потому что вопросы будут от меня когда с моей помощью точнее с Божьей помощью там не знаю как я или как изменю ситуацию в деревне в том числе отношение и потом у нас когда-нибудь появятся вопросы и возможно они будут совсем другие я писал бумажку батюшка это такая культура мы первый год ее выращиваем и она не пучкуется она не делается вот так не лежит зерно оно растекается и оно борта как давануло и ему открыло то есть он ехал с закрытым бортом нормально все а вон там на дороге он открылся и посыпался примерно на сколько это потеря ну где-то с тонну да ну они собирали это полутон мы собрали лёг лёг ну я так дорогу я вышел я так ужаснулся ой-ой-ой ну дорогой получается можно подместить да собрать ну а там на воде ну вот здесь а он прямо уходишь и заворачиваешь я не знаю еще мне так жалко жалко а что жалко так как остановился а он когда увидел остановился оно еще больше сыпется надо было ему быстрее ехать а он пока остановился увидел не может закрыть потому что не закроет ну да он уже сыпется когда у меня папа говорил что вот сток да вот всыпает всыпает вот по пшенице запросто человек заберется вверх пшеница другие крупные зерневые но рожь вот попробует человек подбросить наверх он лед рожь и лед и лед да по куче можно ходить по льну нельзя не забираешь и сразу по пояс уходишь до земли кому горох нужен где рассыпали там не один пешок я Игорь спросил будешь собирать там он говорит нет можно подместить там метелку у нас тюк коровы упадают Игорь будете играть нет не буду убирать вот что теперь растеребить да по себе растаскать где ну это для вашей действия по хорошему напротив между двух слов и балерины здесь а матушка матушка говорит это ее тюк а матушка говорит что это ее тюк ну как и мама пусть бы убирала у нас не доглядишь да у нас забухтики самые сытные возвращаем обратно а они чекаются ну и пусть чекаются вот и они этот тюк вот и бежишь вперед эти как гоняешь те вообще ясные заход на скотах полностью отремонтируем сейчас полностью я просил ну кто это помог вот скотал Андрюша привез сюда это Ереме с лесу привез дальше ошкурили сюда привезли поставили еще раз забили со всех оборотов выправили и здесь все как новенькие стоят ну да, Лена как-то сливками, творогами лимон скажите ну действительно ну что стоим после 2 года поговорим вам потом на следующее воскресенье поговорим один вопрос я пока там был заработал смотрел что там делается почему у коров врага не подпилили сейчас пишут в косроме или где там корова или кто подняла женщину на рога ну понятно что сколько у вас было батюшки овечек было про бодение она лежит она подходит а теленок жует и глаза зашли она подходит его рогами а рога острые я позарядил в интернете показ если рога вот такой длины от первой во сколько а здесь хотя бы ну самый острый момент отрезать тем более волгарка в руках закрепить только надо почему бы не подрезать а у нее идет она вот такие вот рога и она не спит и ходит всех я наглядел даже страшно а корова отходит от нее она сразу повращается в другую в бок так вот прямо чтобы не упадает я шарахнулся жертву сломал сразу почему не подпилилили тем более отпилилили половина там у них кровь уже идет я сразу замазываю я не знаю доциты или еще там а когда в первую часть там ничего нет сделок тупым его от волков она обороняться не будет их у нас нет волков ну вот я сказал беда какая ну почему не сделок а там она говорит такой тупый в телку она выросла никого не подпускает баба подавить не может вопрос задала и тут уже сразу ответ давайте там все можно найти и как как голова зажатая вставить и как отпиливать ну пилить пилить долго ну рога толстая да острые вот такой прям долго кажется железо будет и быстрее другой вот пилить она какая видать такая вястрая самый кончик хотя бы вот столько вот он и все она уже будет толщиной вот такой хотя бы ну как шила вы обсудите этот вопрос я говорю вам больше всех пострадал Игорь вы знаете сейчас я акширским быком был вам не надо рассказывать ну ладно я сидим кто-то туда лесом а я сюда на столовой кухне спиной кто-то какой-то страшный человек идет вон и за ним теленок я повернулся и никто не узнал грязный идет и за ним теленок оказывается Игорь по своей простоте пошел постиг ковару и лещил он ее с собой нет никакой у нас была березовая такая палка и на конце шишка кольня она не разбивается никогда а быка привезли породистого ну Игорь уже и бык ёкширской породы и он читал книжку ничего он напал на него из-за породы я так слышал у него вода вот как землю и туда и с землей с травой он сколько болел понятно он жизнь мог решить у нас государство вся трава кишки породят бык-то хороший у меня одинок остался в музее у него ликвидировали нормальный бык все остальное он нашел он никуда не бросался и бык-то жалко еще я недавно в дождь шел и я вечером пошла встречать телят а у меня такой потешок с калентиленом просто легкая дождя и полностью закрываешься ну и я сюда вышла вот где уже выгон-то туда стою идут значит коровы остановились посмотрели так обошли далеко меня прошли телята тоже так настороженно потом идет бык-барабашинский как он меня увидел как заорет и на меня это 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 было что за мной стоял тополь вот такой я за этот тополь капюшон сын сразу поняла поняла и он успокоился успокоился и все и пошел ничего вот так вот где-нибудь в степи он бы закатал меня в этот капюшон но это было после коркотерапии и бык подумал что это халач стоит черный капюшон я вчера выставил уже 5000 тысяч а вот который вас брал уже 14000 интервью брал а а здесь ну и кино ну до чего интересное они называют но порой надо было больше его а я написал пародия на портотерапию профессора Филипенко Германа точка кино точка такого числа но 300 раза на его поселила ну ничего с не а кого я должен жалить а еще нужно сделать чтобы врага подпилили у коровы чтобы голову зафиксировать потому что трудно пилить обнималу не держать это надо как бы видишь минимум когда он за рогаева и сломил это как его назвать найти где-то надо не все таки приписать никак не это надо такую вот тут закрепила она деревяшки ну как там железо туда она сдвигается и все а потом сразу отпустили она арманула ну там пол рога это не надо ну немножко чтобы не было остров это надо в загоне сделать мне кажется если вот так вот немножко держать это же как ногти может она даже не почувствует не почувствует побольше даже она не стоит она не стоит чуть немножко зажать все равно надо там когда он спелил там пустота отверстия а когда дальше там почему из рога пьют вино-то грузины-то, оно пустое. Пей, да, пей, да. Честнейшую Террубин и славнейшую без сравнения с Ерафим, безыстыния Бога с Поворотшую, сущую Богородицу Тебе в чаде. Владимир Александрович, помолитесь, Господи, слава Иоанна. Помолитесь, кто хочет. Игорь, поблагодарю Бога. Благодарю Тебя, Господи, за этот воскресный день, за эту возможность собраться здесь, и отъявить Слово Твое. Благослови, Господи, эти занятия. Правильно, на основной разводстви, чтобы нам все это запомнить и воплотить в жизни. Тебе слава за все, вовеки и вовеки. Тебе слава за все, вовеки и вовеки. Тебе слава за все, вовеки.